Первый муниципальный детский фестиваль по правилам дорожного движения прошел в центре лаборатории безопасности окружной столицы. В ходе спортивных баталий все команды участников показали отличные знания ПДД и правильного поведения на дороге. Стихотворением про то, что нужно знать и соблюдать абсолютно всем и каждый день открывает соревнования команда воспитанников Дворца детского творчества. Правила безопасного поведения на дорогах. Красный, желтый, зеленый. В центре лаборатории безопасности состоялся первый муниципальный детский фестиваль по правилам дорожного движения. Четыре команды соперников, одна объединила кружковцев Дворца, остальные из разных школ города собрались посостязаться в теоретических знаниях и практическом применении ПДД. Сначала викторина с хитрыми вопросами и загадками, с которыми благодаря подготовке с инспектором ГИБДД все отлично справились. Это большая работа, огромное спасибо Татьяне Олеговне Полищу, которая постоянно взаимодействует с образовательными организациями, проводит с ними профилактические беседы, мероприятия, с юидомцы выходят в город, они потом проводят это все в школах, показывают. Ребята, которые посещают ЮИД, ходят ко мне в объединение Т-34. И вот получилось у нас вот так вот все. Переплелось. Дети одни и те же посещают разные кружки, секции. Затем небольшая разминка на самокатах. Нужно как можно скорее ровно проехать до конца дорожки, а в обратную сторону зигзагообразно, объехав каждую фишку. Здесь уже начинают появляться лидеры, но впереди еще два состязания, итог которых может все изменить. Это проверка знаний дорожных знаков и самая большая финальная эстафета по фигурному вождению велосипеда. И здесь важно не только быстро проехать, но и соблюсти все правила движения. По итогам строгая жюри из представителей окружного ГИБДД определила, одна команда сильнее в теории, другая в скорости, но по суммарному количеству баллов все оказались на равных. Некоторые из ЮИДа, некоторые не из ЮИДа у нас приходят. Мы когда ездили с Лалома, мы там конечно ошибок, у нас ошибок Глеб сделал, но это все равно ничего страшного. Мы все равно друг друга болели и мне понравилось то, что мы угадывали знаки. Очень были хорошие испытания, мне очень понравились, по знаниям наша команда была лучшая. Но я все равно, даже если мы по скорости и по времени проиграли на втором месте, то я все равно была рада поучаствовать в этом конкурсе, потому что он очень веселый и забавный. Кроме огромного заряда положительной энергии, все участники фестиваля получили в подарок от центра яркие сумочки с логотипом лаборатории безопасности, наполненные рабочими тетрадями, светоотражающими браслетами, брелоками и сладостями. Анастасия Сертон, Ярослав Сертон, Вести, Чукотка.